Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! И вот тут типичный комментарий тройболиста. Некто под ником Нуркете Индирбаев написал так, ну два дня назад, да? Я казах из рода Адай и не отношу себя к кипчакам. Ну, орфография, естественно, оставляет желать лучшего. Наш род намного древнее их и менее прославлен. Еще как может наш казахский язык, запятая, быть кипчакской подгруппой языков. Если они появились на арене истории, только вось... Ну, короче, орфография настолько страдает. Казахи были намного древнее своим происхождением. Прочитайте Азия, Ужасово-Сувименово, где он пишет, что на бихрестунской стиле выгравировано слово Скунг Хазак. Это стелла, возраст которого 7-8 век до нашей веры, да? Дальше я читать не буду, но вот тут поставлен этот комментарий, написан на мой видеоролик, который назывался «Казахи осколки пчакского суперэтноса». Ответы по истории. Ну, это типичный трайбалистский комментарий. То есть, автор этого комментария – трайбалист. Тот, кто видит мир из узкого родового видения, да? Причем он, этнос Адай, низвел на уровень род. Ну, потому что он не понимает смысл терминов, да? Кипчакский суперэтнос. Он не понимает смысл термина суперэтнос. Ну, совок совком – это понятно, потому что до сих пор Индирбаев не отказался от рабского русского окончания «ев». Это уже о многом говорит. Совок – он и в Африке совок, на это можно сказать. Это вот первый момент. Второй момент – он ссылается на ужаса Слюйменова, который вот в 60-е годы советского времени вот ввел такую идеологическую борьбу. Но самое смешное в том, что ужас Слюйменов как раз-таки пчак, если на то пошло. И вот это непонимание термина суперэтнос, вот зауживание значения слов, загоняет человека в оковы узости мышления. Ну, еще раз повторюсь, Адаи, как этнос, как этническая общность, известны действительно давно, еще до нашей эры. Соседи и многие источники локализовали их тут же, на том же месте, где они проживают и сейчас. Ну, они называли их Даи. И, естественно, это на тот момент уже было народностью. И непонимание вот этих терминов, она загоняет их в узкие оковы. Рот сейчас можно перевести на казахский язык словом эулет. Даже ру – это выше стоит. И сейчас Адаи, он уже подбирается к такому емкому понятию, как Арос, даже Тайпа, оно становится меньше. Ну, по привычке люди, ру – это выше, да? Это, ну, вот даже Тайпа, это можно сказать, что это племя, даже объединение племен. То есть, в Тайпа входит много ру. Один ру состоит из эулет, из множества эулет. Ну, а эулет состоит из отпаса, если на то пошло. То есть, надо понимать смысл слов. И это чистой воды трейбализм, да? Да, на Западном Казахстане много людей, и должны быть грамотные люди среди них. Но таких я не встречал. Но если вернуться к тому же, к той же этнической общности Адай, он состоит из множества там составных частей. Вот, к примеру, есть Кос-Кулак, вот это ру, да? Крахмалтак, который происходит от Батарашога, это тоже ру. Кманорос, это тоже ру. Они все входят в Адай. И поэтому Адай вот занижать и назвать родом – это неправильно, потому что род – это эулет. То есть, получается, уровень Адаев выше как минимум в два раза. И подходит к такому понятию, как Арс. Ну, чтобы было понятно, вот есть Уорт-Ажиз, да? Туда входит Арс, Арган, Капшак, Найман, Кири-юак. Вот это Арс. Они не являются тайпа. Ну, Тобахты, Ханжгалы, они Алтай, вот, Харакисек, они входят в Арган как тайпа. Понятно, да? И внутри, ну, к примеру, Тобахты есть там Жуан-Таяк, Жаубасар, Боранша, Хуан-Ша, Хуан-Ша, вот, Хуан-Шах, вот эти. Это всё являются Ру, которые входят в тайпа Тобахта. И этот Нуркете Индирьбаев совсем не понимает смысла этих слов, и поэтому занижает этническую общность отдай, чем себя позорит, да? На весь свет. На этом до свидания. Этот конкретный видеоролик завершаю, но продолжать, продолжение будет, потому что нельзя раскрыть в одном видеоролике.